Вы посмотрите, Европа встречает нас разные мира в четыре. Я давно хотел на него посмотреть, и вот это время пришло. Посмотрите, одни гибриды в разных цветах. Гибрид, почитаем. Сейчас, что это значит у нас. Это значит, что 4,5 литра на 100 километров. Это значит, что версия 2WD. Ужас. Ну, что за дела? 2,5 двигатель. 170 лошадиных сил. 8,4 разгон. 221 ньютон-метр. Передний привод, друзья. О, черт побери. Ну, нет, такие RAV4 мы не хотим. Зачем нам передний привод на RAV4? Делайте полный, конечно же, привод. Вот белый, красивый, с черным. Черные диски, черные накладки. Причем они почему-то все крашеные. Какого черта они все крашеные, скажите мне? Блокированные. Это же не очень практично. Хотя это гибрид, как вы понимаете. Это значит, что практично-непрактично. Это уже изначально непрактично. Зато голубой значок, и зато злющая морда. Какая-то прям такая-такая мощь. Такой олдскул, что самое главное. Тойотовский. Вот, может быть, так и должна выглядеть Тойота. Такой ультилитарной, злющей, мощной тачкой. Даже несмотря на то, что этот кроссовер достаточно компактный, маленький и все такое. Какая задница длинная, а? Что вам напоминает он сзади? Я думал, что он будет похож на Тигуан. Он действительно похож на Тигуан вот этими боковинами, да, больше? Потому что, когда ты смотришь сзади совсем, это уже, конечно, не Тигуан. Это больше какой-то полуджи, получета. Вот эта вставка серебристая. Ее задача как раз-таки сделать эту Тойоту максимально непохожей на Тигуан. И, мне кажется, у них даже получилось что-то в этом роде. Вот, самое главное, друзья. Есть, есть все-таки накладки на машине. Именно не крашены. Это вот то, что надо. Это как раз вот те самые, как и хотелось бы, чтобы было. Почти что непростые фары. Злющие. Вы посмотрите на эту морду. Да. Что-то вдруг пошло не так, и они решили совершенный дизайн свой изменить. Ну, давайте заглянем в интерьер. Вот более-менее простая такая версия. Но здесь нормально сделано. Все без проблем. На кнопках никаких обозначений. Что автостеклоподъемники, например. Это значит, что их, скорее всего, нет. Electric Mode. Так, дисплей большой. И вроде бы даже уже воспринимаешь, что это RAV4 как неплохой автомобиль. Угу. Наконец-то они сделали шаг вперед. Вы посмотрите на отделку. Все мягко. Все даже прострочечка. Какие-то, какой-то дизайн. Ну, какой брутальный такой дизайн. Вот, вот уж делайте. Да, если просто, то сочетайте вместе с брутальным дизайном. Посмотрите. Крутилочки какие-то. Такие, блин, турбулентные немножко. Ну, выглядит неплохо. Выглядит неплохо. Ну, как неплохо? Ну, все равно такой простотой немножко отдает. Единственное, что не отдает простотой, это, конечно же, панель приборов. Тем более, у нас это еще и гибридная модификация. То есть, она вот вся вот такая вот из себя выпендрежная. Полочка, как и во всех Тойотах, это всегда должно быть немножко какой-то болтающийся бардачок. Но это хрен бы с ним. Даже удобные сидушки. Тоже это уже плюсик какой-то. Беспроводная зарядка. Рычаг такой хитрый. Естественно, понятно, гибридная версия. Ну, и непростой климат-контроль. И, конечно же, в новой стилистике все вот эти кнопочки тойотовские, они сделаны такими пиндюринками. На самом деле, сейчас посмотрим, как это выглядит с заднего ряда. Вот. Кнопка Powers голубая. Вот она сразу выделяется, друзья. Вот такой интерьер, такой вот дисплей. В стиле Тойота. Огромный, огромный дисплей на рост. Но сам дисплейчик, естественно, диагональ. Она маленькая. И еще внутри потом скрадывается. И вот такая графика. Вот такая. Давайте посмотрим. Покажу вам толщину. Даже без кинескопа. Ура! Ну, вот, вот. Это такое. Это Тойота. Ну, простовато все равно. Лучше, конечно же, чем сейчас. Но прям такого чего-то, какого-то технологии ты не чувствуешь. Зато есть, смотрите. Анатарная крыша. Ну, как вам показать место? Я не знаю. Я даже вот не смогу, наверное, так сильно сесть. Ну, в принципе, прям дофига места. Это прям чувствуется. Улезаешь сам за собой. Отлично сидишь. Хорошо. Спинки наклоняются. Багажничек здоровый. Все, что вам нужно. В принципе, для Тойоты больше ничего не нужно. Ее и так буду брать. Давайте откроем багажник, потому что это одно из самых важных. Тойоте RAV4. С накладками аж на двери. Всегда багажник у Тойоты достаточно низкий. И как вы сейчас можете видеть, в принципе, вот так вы, наверное, можете видеть. Как раз-таки на уровне коленей. То есть это все они сохранили. Багажник большой, простой. И такой, как вам нужен для того, чтобы увезти все, что только можно. Зюбель еще тут на всякий случай вам в багажник. Чтобы бомбило прямо из багажника все было окей. Так, здесь запасочки, конечно же, нет. Сейчас мы попробуем заглянуть вниз. Здесь тоже нет в запасочке, друзья. Ручка. Ну, кнопка в стиле Тойоты. Знаете, как будто ее в грязи надо измазать. И тогда она вот не зря такая называется. Чтобы ты потом керхером ее помыл и окей. Она сейчас такая простая, утилитарная. Немножко не сочетается с ее внешним видом. Такая модная, типа, штурмовик высокотехнологичный. Но на деле вот она должна быть вот такой. Злой, брутальной, похожей на старшие модели. И одновременно с этим абсолютно непритязательной ко всему остальному. Вот такие дела.